Эка стежка, якая излучает берег Немана с островом Пася-Резине. Организация амфитеатра, пешеходный и веломост с правого на левый берег, галу на раке города. Гэты инши инициативы пропоновали жахары при Неманне на конкурс концепции доброго парадкования на Бережной. Проекты, усяго 23 идеи, дослали ландшафтные архитекторы и дизайнеры, студенты и просто грамадзяне. Самая цикавая из них убачила наша здымашная группа. Сприять формированию комфортного осяродя, пропоновывать инновационные решения и головное – уписываться в городскую простору, уличывающий тот факт, что центр Гродно – историко-культурная каштовность первой категории. Миноватые такие потребования до проектов были у организаторов конкурсу концепции доброго парадкования на Бережной Немана. Сбор идеи протягивался полтора месяца и завершился на початку листопада. Участвовали у нас граждане-профессионалы, то есть это архитекторы, ландшафтные архитекторы и дизайнеры, и учащиеся средних и высших учебных заведений, вне зависимости от специальности. Всего представлено 23 работы на конкурс. Наиболее активными оказались именно граждане. Хотя мы ожидали больше интереса среди профессионалов, но граждане у нас оказались очень активны и представляли очень интересные идеи. И некоторые из них выполнены и поданы достаточно профессионально и интересно. По плане доброго парадкования повинны быть обо два береги Немана. Правы – от пероправы на улице Поповича дальше Гуношного моста. Протяглась их эта адреска – амаль два с половой километра. Левы – территория у большим 500 метров от порта до Старого моста. Были пропонованы самые разные идеи. До прикладу – рачный трамвайчик. Сустракались и неординарные. З их лику – будаунинство гульнявого замка на острове, який зараз утворился посередине Немана. А широк сты, что так бы мовить селятают у поветры, перекликались у некольких проектах. Первая идея – это экотропа, которая соединяет берег, воду и остров в Немане. Наверное, это действительно было бы интересное решение. Достаточно экологичное решение. Вторая идея – это организация пешеходного моста через Неман, для того, чтобы связать два берега только для пешеходов, чтобы это была благоприятная среда. Третья идея – это создание амфитеатра на склонах берега. Кто-то предлагает амфитеатр, большинство предлагало амфитеатр по правой набережной на склоне, напротив замка. Кто-то предлагает, как данный автор, по левой набережной амфитеатр. Но он действительно сюда очень просится, и городу Гродно грех не воспользоваться таким своим особенностями, как рельеф. Чи проект признают вартам реализации, до конца года повинна вызначить журы, у склад якого выходят архитекторы, дизайнеры, улады города и в области, представники будовничих и жильево-коммунальных организаций. Есть интересные идеи, проработаны какие-то досконально участки, вплоть до высадки растений, благоустройства, покрытия, в принципе, то, что мы и требовали. Но, скорее всего, будет к реализации выбрано несколько идей из разных проектов, которые более реализуемые, которые хорошо проработаны, которые вписываются в существующую среду. Назва конкурса «Концепции доброго парадкования на бережной Ньомана» гучыць, як сполучаючи мосты и бераги, что вельми символично, бо адлюстровая давнюю мару усіх родзенцев, убачыць пригожай центральную историчную частку города над Ньоманом. И, безумовно, новый выгляд, сенс и функционал этой частки областного центра зможа еще больше привабить замежных туристов.